хэви метал сегодня у меня выходной сейчас заехал в русский магазин почему-то они его назвали европам бейкери купил себе борща жареной картошки кваса наконец-то поем нормальной еды поеду сейчас на и 100 посмотрю машину что-то в ходовке там гремит потом не знаю будет что делать видит отдал машину на ремонт короче все ходовка там уже испорченными насчитали там шаровые тяги рулевую рейку нужно менять все про все запчасти он мне сказал выходит 450 и 300 долларов его работы завтра вечером только заберу его машину он забрал свой борщ с классом стою жду друг пока приедет берет так что так дешевые удовольствие машины здесь чинить уже в бухово конечно в эту машину мама не верю и надеюсь она себя но она уже себя купила конечно но надеюсь а еще купит шикарнейший обед на 23 бакс жара спала решил искупаться в бассейне заодно протестирую как снимает но под водой вроде четенько не выключилась уже неплохо заехал сейчас дело развал схождения вчера сделали мне ходовку но все кроме рулевой рейки все равно стук небольшой остался они не смогли снять но она была плохого качества чуть-чуть лучше моей поэтому смысл на это было 200 баксов немного сейчас подняли они работяги забыли мне закрутить один болт хорошо что у него ему дал пять баксов закрутил сейчас еду домой через пару часиков уже буду выдвигаться в аэропорт вещи собраны сожалению я взял еще билет без багажа мне все нужно как-то вместить в сумку очень много вещей остается но в любом случае прилили вернусь первого сентября сюда приехал в аэропорт за час до вылета он уже самолет припарковали забил сумку битком вот теперь переживаю пройдет она у меня вручную уплате или нет в россии точно не прошла кстати регистрацию прошел по американским правам вообще без проблем так что можно уже не пользуется русском паспорта на чикаго 4 часа лететь и там еще плюс два часа поэтому я вылетаю 2 прилетаем швосы вечера это сентября и это сентября и и это сентября и и и вызвал такси 6 минут он приедет 62 доллара стоимость почему-то я вышел с того терминала почему-то туда нельзя было вызвать такси только сюда показала . надеюсь я там стою короче тут ты поймешь что здесь творится в этом чикаго такую короче гостиницу сняли завтра выезжаем в рейс вон наш трак стоит из окна видно короче позавтракали отеля 13 баксов там завтрак такой который не доехали вот уже в траке такой трак кровать это тоже разбирается в кровать здесь должна быть микроволновка здесь ты выставляешь температуру происходит короче как в там в этом в поезде все комфортно загрузили короче на вот такие трубы сейчас то так он отодвигается потом закрывается короче все просто сейчас покажет как крепить их собрание не укатились приехали короче разгружаться проехали сутки получается в час ночи мы приехали и спали здесь уже там в трех местах нужно было разгружаться сейчас последнее место уже разгружают и не пошел потому что там нужна каска и жилетка у нас одна ну там моих кроссовках можно утонуть грязи мы заехали в горы куда-то тут нефти нефтепровод короче выкачивать нефть здесь и вот им привезли трубы тут по гравийкам ехали по каким-то там знак еще был что можно только до 10 тонн но нам позвонили нам разрешили заехать сказали что у них есть разрешение что я они уже сделали там дорогу так что так я проехал тоже часов 8 за рулем но по трассе по прямой вроде ничего сложного так что так держу в курсе